Педагоги поздравляют друг друга с Новым годом, учебным. Школьные учителя живут по своему календарю. Для всех нормальных людей, так скажем, Новый год начинается 1 января, а для нас он начинается 1 сентября. За партами не ученики, а педагоги. Послушать других и выступить самим учителя собрались на августовскую конференцию. Работают тематические секции, например, по обучению детей финансовой грамотности. Воспитатель Диана Розаханова рассказывает об опыте занятий с детьми в детском саду, ролевых играх, где ставят банкоматы, раздают детям карты и купюры. Детям, знаете, как интересно. Они вообще были удивлены, когда мы им сказали, что у нас сейчас будет игра в Сбербанк. Потому что они-то с родителями ходят в банк, но они не знают, что они там делают. А тут мы им объяснили каждую ситуацию, какие операции тут происходят. Им стало так интересно. Еще на одной секции говорят о воспитательном процессе. Ведущий мастер-класса предлагает обсудить семейные ценности и примеры не самых образцовых родителей. Рады ли домочадцы приезду бабушки? Нет, приезду бабушки они не рады, потому что я считаю, что вторжение их в маленький мирок еще одного человека, то есть они не привыкшие к этому. В 2022 году на федеральном уровне принята обновленная программа воспитания. В школах оперативно реагируют на перемены. Так как участники у нас познакомились не только с докладами, но и с различными мастер-классами, может быть, кто-то возьмет просто, как говорится, на карандаш и, возможно, в будущем смогут какие-то моменты применять в своей деятельности. Итоги планы обсуждают на пленарном заседании. Учителей просят внимательно отнестись к экспресс-способу поступления в ВУЗ учениками. Порядок изложен в приказе Министерства просвещения. Потому что именно тот перечень Олимпиад и конкурс, который включен в этот приказ, дает возможность нашим детям поступать в ведущие ВУЗы страны даже без конкурса ЕГЭ. Обратите, пожалуйста, внимание на конкурсы Олимпиады в данном приказе. Не все, но многие из них дают это право и возможность. Ученики первых и пятых классов будут осваивать школьную программу по новым образовательным стандартам уже третьего поколения. Начинается реализация проекта «Футбол в школе». Учитель физкультуры Вячеслав Дымченко прошел конкурсный отбор Российского футбольного союза и стал региональным куратором проекта в Югре. Еще в продолжении этой темы хочу сказать, что команда футбольного клуба первой школы под руководством Вячеслава Викторовича стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Россия – футбольная страна». То есть наша команда первой школы – лучшая в Тюменской области. Августовская конференция завершилась на приятной ноте. Педагогам вручили заслуженные награды. Ирина Гончарова, Дмитрий Огородников. Наши города.